11-й А-Класс Доброе утро! Здесь в 2015 году на Большой перемене Владимир Скоропад поделился сушками с Викторией Зрожевской. Здесь в 2010 году потеряла телефон Артюшенко Мария и очень расстроилась. Стоя на этом месте, 12 марта 2010 года мечтала о будущем Гончар Максим. В этой библиотеке часто бродила в поисках романов про любовь Рычакова Мария, но так и не смогла ничего выбрать. Вот это окно, которое неоднократно разбивалось Олегом и Мишей, было разбито вновь. На протяжении 11 лет открывал эту дверь Далматов Никита, страдая хроническим воспалением хитрости. Именно здесь Липницкая Оля и Катя Самойлова прогуливали уроки. За этой партой 5 лет просидели Фетченко Сергей и Ярошенко Денис. У этой доски часто стоял в задумчивости о странице Андрея. Из этих дверей, как на крыльях, всегда вылетали Даша Бодардинова, Лера Стаднюк и Натси Маргон. Здравствуйте! Меня зовут Игорь Клопотнюк, ученик 11 класса. Спасибо! Могу ли я задать вам пару вопросов? Конечно! Ну, всем многим известно то, что вы любите спорт, занимаетесь спортом. Какие ваши любимые виды спорта? Футбол, каратэ. Еще и вышивать могу. Каратэ, конечно. Собираетесь ли вы в дальнейшем связывать свою судьбу, профессию с вашими увлечениями? Ну, я сомневаюсь. Мне больше кажется, что каратэ – это просто мое хобби, а футбол – ну тоже развлечений не больше. А о чем подумаете в дальнейшем? Поступать, где учиться, кем быть? Я хочу быть программистом, поступать на КПИ, ну тоже на факультет программирования. Вы говорите «царь, царь!» А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Спасибо большое за ваш ответ. Доброе утро, ребята. Могу ли я взять у вас интервью? Конечно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Миша. Ты что, не знаешь, как меня зовут? Никита? Спасибо. Могу ли я задать пару вопросов? Конечно. Итак, Миша, собираетесь ли вы поступать в университет, который будет связан как-то с философией? А, кто вам сказал? Я не знаю. Ну, как бы я очень люблю этот, опять же, вид науки. Я же говорю, люблю философию, люблю все усложнять, люблю думать. Это очень интересно, конечно. Короче, склихосовский. Опять же, это очень энергозатратно, что ли, я не знаю. А поэтому, не знаю, в будущем нужно все-таки деньги зарабатывать прежде всего. Поэтому, думаю, экономику подамся, что ли. Поэтому так. Никита, а как насчет истории права в будущем, профессии или даже университет? Ну, история мне, конечно, нравится больше, но право более перспективно в этом направлении, именно профессиональном. Поэтому я все-таки выберу право. Однаковый характер. Спасибо за ваш ответ. И общий вопрос для вас двоих. Ребята, собираетесь ли вы как-нибудь в будущем пересекаться? Ну, поначалу так точно, а потом уже как жизнь пересечет. Ну, 11 лет все-таки вместе, все росли, воспитывались. Так что, думаю, все-таки да. Миша, Никита, спасибо вам большое за ответ. Пожалуйста. Ребята, привет. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Скоропад. Денис Ворошенко. Могу задать вам пару вопросов? Конечно. Итак, хотел бы у вас спросить. Володя, задам вопрос лично вам. Каким вы себя видите в будущем? Поразмышляйте над этим. Ммм... Я вижу себя в будущем ученым каким-то, который получил Нобелевскую премию. Это откуда вы к нам? Такого красивого дяденька за мелоди? Если не ошибаюсь, что ты в области биохимии. Ммм, точнее, химии. Отлично. Денис, как насчет вас? Ну, я нахожу свое место в IT-сфере. Программирование и веб-дизайн. Повсюду. Она окружает нас. Смекайте. А куда собираетесь поступать? В Гринченко, потому что там есть реальные шансы. КП и нау. Хорошо. А у вас есть какие-то увлечения на данный момент? И думаете, будете заниматься ими в будущем? Конечно, я увлекаюсь боксом и гитарой. Денис? Легкая и тяжелая атлетика. Спасибо большое за интервью. Продолжаем разговор. Ребята, привет. Представьтесь. Меня зовут Серый. Андрей. Могу задать вам пару вопросов? Да, конечно. Серый. Ну, какое твое хобби? Мое хобби – это кататься на велосипеде. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Потом фотографировать параллельно и в то же время искать приключения на свою задницу. Любишь красивые пейзажи и острые ощущения? Да, естественно. Андрей, а как насчет тебя? Какой твой любимый предмет и учитель в школе? Наверное, английский. Его ведет Милан Юрьевна, мой любимый учитель. Вот это что она сейчас говорит? Я не понял. А это ты не поймешь, Валюха. Это на английском. Ну, я не сомневалась. Ребята, все-таки, раз ваши вкусы, может, совпадают, какое у вас что-то, то, что вас объединяет? Ну, это, скорее всего, будет музыка. И да, мы часто обмениваемся любимыми песнями. Есть какой-то ваш именно самый любимый жанр музыки? Ну, это как основной, это будет, думаю, рок. Правильно же? Да. Спасибо за ваш ответ. Привет, ребята. Представьтесь. А я Кать. А я Оля. Ну, ладно, Машу. Могу я вам задать пару вопросов? Конечно. Итак, кто вам помогал все эти годы и кто был всегда рядом с вами по жизни? Боженька. Вот что крест и животворящий делает. Да мама. Я. С чем вы связываете свою будущую жизнь или даже с чем, или даже с вашей будущей профессии? Национальная безопасность Украины. У меня допрос в самом разгаре. Этот идиот уже начал мне все встать. Причем я серьезно. А я буду путешествовать и получать за это деньги. Маша. Просто деньги. Красота – это страшная сила. Спасибо большое за интервью. До свидания. Ребята, привет. Представьтесь. Привет. Меня зовут Даша. Меня зовут Вика. Могу задать вам пару вопросов? Да, конечно. Итак, Вика, вопрос к тебе. Какой ты себя видишь в своем будущем и в общем свое будущее? Ну, я, пожалуй, хочу связать свою жизнь с филологией или с правознавством. Я еще не знаю. Возможно, пойду по стопам мамы. Мам, привет. Вот. Хочу быть учителем. Это студент, комсомолк, спортсмен. Отлично, Даша. Нескромный вопрос специально для тебя. Расскажи про свою первую любовь в школе. Первая любовь – это был Игорь Клопотнюк в четвертом классе. Он мне подарил коробку конфет на Новый год. Я думаю, это была взаимная симпатия. Вот такой любезный мужчина. Коробка конфет решает все. И общий вопрос для вас двоих. Есть какое-то воспоминание, которое вас объединяет? Да, есть такое воспоминание. Прошлой зимой мы катались на санках. Это было здорово. Навсегда. Да, запомнили. Молодцы. Спасибо большое. Пока. Как так можно? Привет. Представьтесь на камеру. Смотрим туда. Лера. Настя. Оля. Какой самый лучший момент за эти 11 лет вашей дружбы вы можете вспомнить? Ну, можно сказать. Это постоянно, когда мы гуляем вместе с Лерой. Когда она ничего и кисточкой зуб не выбила. Или когда мы разрисовали друг друга, как зэки ходили. Потом все квартиры еще отмывали. О, кстати, да. Спасибо, когда мы Макарену танцевали после спрайта. Тоже неплохой момент. Вам много? Коротко о коротком. Все. Сбылась ли какая-то ваша мечта за эти 11 лет до сегодняшнего дня? Безусловно, конечно же, сбылась. У меня появилась моя собака, которая мне палец прокусила. Какой кошмар, что вы откомментируете. Моя не сбылась. Не хотят и не сбываться за 11 лет. А, Лера, а можете ли вы вспомнить... Вы прогуливали в школу? А вы, собственно, почему интересуетесь им? Да, иногда. Бывало. Ну, не врите. На моей памяти много прогулов. Осознаем вину. А можете ли вы вспомнить самый эпичный прогул за эти недолгие 11 лет? Да. Как-то однажды у нас была пятница 13-го, и мы зато сели у одного на квартире. Немножечко было морожено. С водочкой. Уважаемая тетя Люда и тетя Надя, мы на скоте там не было. На этом квартаж закончен. Ребята, привет, представьтесь. Генни, миллиардер, плейбой, филандроп. Максим. Олег. Могу задать вам пару вопросов? Конечно. Итак, Максим, вопрос тебе. Ты сейчас отличник. Как ты думаешь, это поможет тебе в будущем? Ну, я считаю, что это личное дело каждого. Как бы здесь все зависит не от будущего, а от нравится тебе это или нет. То есть ты можешь получать это в удовольствие, но на самом деле я считаю, что в будущем это вообще не поможет. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Олег, вопрос тебе. Скажи, вот каково быть таким самым низким, может быть, в классе, даже в школе? Ну, даже не знаю. Это очень неприятно, когда иду, а я смотрю на всех снизу. Это так неприятно. Мелковат. Мелковат. Жаль. Дело не только в учителях, а в методике преподавания. Согласна. Спасибо за интервью, ребята. Пока. Желаю вам, пацаны, чтобы у вас он тянул все игры. А девочки, чтобы вы были всегда красивыми. Любим. Прекрасные молодости, веселья и постоянные вечные весны. И много приятных моментов в жизни. Я желаю уйти того человека, с которым будет всегда интересно. Киши Богу, успехом, доверяем. Я думаю. Сдаются мне, джентльмены, это была комедия. Сдаются мне, джентльмены, это была комедия. Сдаются мне, джентльмены, это была комедия. Субтитры сделал DimaTorzok